Soviet Union. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Искал, и я возвращаю мирного не Гитлера, а Сталина. Наконец-таки, сегодня мы с вами поиграем за мирного усача Сталина. Но смотрите, какой у нас будет интересный геймплей. Все это дело мы проворачиваем в совершенно новом дополнении для игры Hearts of Iron 4. Я не помню, как оно точно называется. Ну, короче, фокуса на Швецию и переработанная экономика. Сегодня мы с вами будем заниматься миротворческой миссией. Сталин у нас станет добряком. Будем спасать весь мир от войны. Обязательно играем в Iron Man, а также исторический фокус для ИИ, чтобы было интереснее. Знаете, что мне нравится в мирных монтаже, как за ту или иную страну? А то, что нам придется с вами поистине выкручиваться и делать интереснейший геймплей, чтобы было интересно и мне, и вам. Так, ну что же, добро пожаловать в Советский Союз. Вот они, наши города. Калинин, Смоленск, Бранск, Москва, Киев, Минск, даже грузинский акцент появился. Ладно, это не суть. У нас здесь есть международный рынок. Конечно, мы на нем будем с вами торговать. То есть будем с вами продавать наше оружие кому только нужно. Таким образом стараться прекращать мирные конфликты и не только. Ладно, давайте по нашим национальным фокусам. Так как мы с вами отыгрываем мирного Сталина, пойдем на центр. Путь марксизма, ленинизма. Погнали. По исследованиям три чеки для исследований, но это как-то мало, но все же. По исследованиям будем углубляться с вами в авиацию, конечно же. Авиация это наш щит и во флот. А флот это наш щит на море. Ну и будем перестраивать нашу армию под более такую механизированную армиечку. Будем делать нашу современную армию. Давайте сначала сразу с вами изучим промышленность, базовые станочки и машиностроения. Особо на исследованиях я не буду зацикливаться, потому что и так всем все понятно, что мы будем изучать. По строительству. Будем сейчас строить как можно больше фабрик. Я думаю, в самых наших развитых регионах. Будем развивать сейчас Москву дополнительно. Что у нас еще тут можно поразвивать? В основном это регионы, где 60% инфраструктуры. Потому что везде практически у нас 20%. Ну вот на Дальнем Востоке, возле Владивостока есть 40%. Ну короче, будем основные центральные наши регионы застраивать, где 60% инфраструктуры. Так как мы с вами собираемся отыгрывать мирного Сталина, мне также нужно агентство. Поэтому создаем НКВД. Новое дополнение по игре Hearts of Iron 4 уже вышло. Поэтому самое время прикупить себе новое дополнение с экономикой переработанное. Но как это сделать? Ведь пополнить Steam невозможно. Для этого я использую сервис Купикод, дабы иметь самую низкую комиссию и моментальное зачисление средств ко мне на счет в Стиме. Пополнять свой баланс через Купикод очень легко, просто, быстро, дешево и самое главное безопасно. Пополнение нашего счета происходит в 3 действия. Вводим свой логин, вводим промокод, который вы сейчас видите на экране. По этому промокоду комиссия на пополнение счета в Стиме снижается на 2%. Действие промокода ограничено, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас. Дальше нам остается только применить наш промокод и нажать оплатить. Смотрите, сколько тут способов оплаты. Очень важно, ребят, отметить, что серверс не запрашивает параллель и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности, на этот счет можете не волноваться. На сайте также можно авторизоваться с помощью Телеграма или ВК и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение аккаунта. Кроме российских аккаунтов в Стиме, можно пополнять также казахские. Все это делается также очень просто, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас денежки по актуальному курсу. Исходя из этих сведений, обязательно попробуйте пополнить свой баланс Тима через этот замечательный сервис. А по моему промокоду, который вы также видите на экране, пополнить свой баланс Тима можно с дополнительной выгодой. Пользуйся, а то промокодик ограничен. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Что у нас по производству? Как я и говорил, где наши самолеты? Самолеты у нас почему-то в самом низу, да? Не дело, не дело, вообще не дело. Один военный завод у нас будет с вами на производство поездов. Вот такое сбалансированное у нас с вами производство будет все. Отлично. Что у нас по ресурсам? Нам не хватает резины, которую мы закупим с вами у Сиама. Будем также помогать маленьким развивающим странам. Так, и не забывайте, что мы с вами играем за Советский Союз, а значит у нас здесь с вами будет очень много всяких распри внутренних, от которых нам нужно избавляться. Я бы, конечно, сохранил жизнь Троцкому, но видите, в чем проблема? Троцкий может сделать восстание о моей стране, поэтому я не хочу, чтобы моя страна раскололась надвое. Хоть у нас и мирный Сталин, который всех и все простил, мы все равно с вами будем заниматься темными делишками. Только вы об этом никому, друзья мои. Так, Дальний Восток мне бы еще укрепить. Тут у нас есть парочку пехотных дивизий, отлично. Эти парочку пехотных дивизий я назначаю на новое крыло и отправляю в Маньчжурию. Здесь мы должны с вами контролировать этот фронт. Тут у нас дивизии какие? НКВД в основном, да, их я расформировать пока что не могу. 14 дивизий передаю этому генералу. Остальные дивизии, которые у нас здесь есть, вот типа вот всякие НКВДшники и так далее, я их буду расформировать в скором будущем. Пускай они у меня пока что будут на портах стоять. Товарищ Сталин величайший боец за нашу нацию. Нужно предоставить решение о будущем революции ему. Он отлично с этим справится. Павлена идея Политбюро. Погнали. Так как мы с вами играем на историческом фокусе, значит рано или поздно, ну мы же знаем. О, кстати, можем повлиять на первый конфликт в мире. Давайте попробуем что-нибудь предпринять здесь. Мы можем отправить своих добровольцев, да? Давайте попробуем отправить своих добровольцев в Эфиопию. Кто же у нас добровольцами будет? Из Жукова мы отправляем в Эфиопию. Давайте. Попробуем изменить ход войны в Эфиопии. Это наш миротворческий контингент. Если что, ребят, миротворческий контингент. Поезда у нас производятся? Да, поезда производятся, но очень слабо и очень долго. На что я могу поделать? Такое вот производство. Так, у нас прибыли наши дивизии в Эфиопию. Отлично, вот они, наши две стрелковые дивизии под руководством генерала Жукова. Так, давайте смотреть, что нам нужно делать. Попробуем сейчас очистить южный плацдарм от итальянского вмешательства. Первый агент, отлично. Первого агента мы нанимаем, это будет у нас, наверное, простой агент. Не хочу сейчас разбазариваться Кимом Филби, Ричардом Сорджей и так далее. Возьмем Тихона Гусева. Тихон Гусев у нас пока что отправится в Мексику, сами знаете, для чего. Так, и давайте дальше развивать наше агентство. Возьмем сейчас с вами такую тему, как образовать отдел. Будем потихонечку расшифровывать шифры самых агрессивных стран мира. Так, наши войска с вами прибыли на фронт потихонечку. Давайте даже на пятой скорости. О, наши войска на фронт прибыли и сразу оборона пошла хорошо. Отлично. Мустафа Кемал Ататюрк объявил, что турецкие проливы переходят под полный контроль государства Турция, что дает турецкому правительству возможность перекрывать их по своему усмотрению. Немедленно мобилизовать вооруженные силы. Турция идет на компромисс. Во. Мы бы не воевали с вами, это мы просто дипломатически воздействовали на нашего соседа. Так, ну что же, наши дивизии неплохо тут держат оборону. Мы начинаем с вами накапливать опыт армии. Я могу отправить ленд-лиз? Не, ленд-лиз я не могу отправить, потому что мне не хватает мировой напряженности. Мировая напряженность слишком слабая для отправки моего ленд-лиза разным странам. Хорошо, я понял. Так, знаете, что надо сделать? Надо немножко расформировать дивизии НКВДшных. НКВД дивизии это такие дивизии слабые, они нам вообще не нужны. Держим оборону, держим оборону. Образовать отдел, отлично. Образовали мы с вами отдел, начинаем сразу же шифровку шифра германского рейха. 560 дней, ну нормально. И сразу, наверное, с вами возьмем пассивную оборону, контрразведку прокачаем. Так, кстати, мы будем с вами проводить миротворческие интервенции. Иосиф Сталин беспокоится о раздробленности. Хорошо. Теперь нам нужно с вами действовать очень аккуратно и аккуратно снижать политическую паранойю Иосифа Виссарионовича. Поэтому, когда придет время, я буду прожимать специальные решения по типу поддела доклада об успешном производстве. Дальше, по национальным фокусам, мы сейчас будем двигаться все вниз и вниз и вниз, дабы политическая паранойя понижалась, чтобы она сильно не росла. Если мы все с вами будем делать правильно, это будет очень и очень хорошо. Так, ну слушайте, наши войска тут, конечно, держатся. Итальянцы наступают просто с невиданным масштабом на наши позиции. Но генерал Жуков неплохо держится. Красавчик. Аклиматизация уже к жаре идет. Неплохо, неплохо, неплохо. Пока что в атаку никакую переходить не будем. Будем ждать, когда итальянские войска истощатся. Правда, они на севере пробиваются. Было бы у меня чуть-чуть больше дивизий. Еще надо нам немножко с вами позабавиться о нашей логистике, чтобы наша логистика тоже процветала. Если нашей логистики будет очень херово, будет херово нашей армии. Которая просто даже ни с кем не воюет, а на нашей территории находится. Поэтому этим аспектом тоже обязательно займемся. Но в будущем, не сейчас. Так, сейчас мы с вами, наверное, возьмем социализм в отдельно взятой стране. Защита от смены идеологии, ежедневная поддержка коммунизма. Главное держать политическую паранойю Сталину в рамках дозволенного. И все будет у нас с вами хорошо. Так, давайте сейчас будем заниматься реорганизацией нашей армии. Потому что наша армия, как вы видите, старая. О, тем временем там Адис-Абебу захватили. Но Эфиопия продолжает сражаться. Но это ненадолго, это ненадолго. О, они вернули Адис-Абебу. Нормально, красавца. Давайте попробуем провести первое контрнаступление вот на эту позицию. Одной нашей пехотной дивизии. Но это у нас очень туго получается. Я вам скажу почему. Да потому что у нас дебафы на нашу армию жестокие. Я примерно знаю, что там за дебафы на красную армию. Организация минус 15. Ну да. Дебафы на нашу авиацию. Дебафы на наш флот. Придется с этим что-то делать. Выкручиваться. Так, что у нас по стрелковой дивизии? Здесь 18 ширина фронта. Давайте пока что стрелковую дивизию будем с вами производить в большом количестве. По 32 дивизии. Первый московский процесс. Все, отлично. Минус пацанчики. Первый московский процесс успешно завершен. Но видите, Адис-Абеба то переходит в руки, то уходит из рук. Знаете, что я подумал? Нам надо нашего с вами Жукова перевести вот на этот фронт. Объясню, почему я это сделаю. Да потому что, блин, надо контролировать вот эти всякие провинции. Особенно Харрер. Если Харрер падет, то и Эфиопия сама падет. Хотя мне кажется, если у нее еще пару территорий простых, без ключевых точек отожмут, Эфиопия все равно падет. Есть такое мнение. Но Адис-Абебу отдать это, конечно, зря. Ой, как зря. Внутренние дела государства. Национальный фокус был выполнен. Замечательно. Берем с вами новую советскую женщину. Прирос базовой стабильности и коммунизм изменения популярности. И следующий фокус мы, наверное, с вами уже возьмем. Фокус минус 20% политической паранойи Сталина. Как он там уже называется, я не помню. Но вы поняли, про что я говорю. О, Эфиопские горняки в окружение попали. Но сюда Италия слишком много своих дивизий привела. То есть Эфиопы просто самоубивались. Здесь у нас итальянцы пошли в прорыв. Опа. А это что за приколы? Как бы надо мои войска обратно вернуть. Не, не находите? А то как-то это странно получается. Знал бы, что так произойдет, я бы сюда войска вообще не отправлял. А, все, вот, вернулись они обратно. Отлично. С кем вы там сражаетесь? Четвертая смоленская дивизия, которая у меня домой возвращается. Тут нету никакой четвертой смоленской дивизии. Остановитесь. Остановитесь. С кем вы сражаетесь, братцы? Берем с вами проверить администрацию. Так, у нас производятся с вами новые дивизии. Хорошо. Вот они, наши красавчики готовятся к развертыванию. Тут всякие курские, тюменские, московские дивизии, краснодарские, минские, витебские. Замечательно. Блин, подделать доклады об успешном производстве? Да мы уже фокус взяли. Надеюсь, никакой случайной чистки не произойдет. У нас паранойя успеет снизиться. До того момента, как какая-то чистка произойдет. Очень на это надеюсь. Вообще, я хочу для себя челлендж такой, без чисток. Попробовать прожить без чисток, только сюжетно. Проверить нашу администрацию. Фокус национальный был выполнен, замечательный. Ну ладно, давайте здесь мы с вами сейчас подделаем доклады об успешном производстве. Вот так сделаем. 90 дней это все дело будет идти. Через 35 дней как раз у нас с вами будет антисоветский троцкийский заговор. Расширяем Агитроп. Так, у нас открылись первые черты для наших военных заводов. Это Тульский оружейный военный завод. Что мы здесь берем? Противотанковая атака, бронебойность, противопехотная атака, надежность, защита. Берем с вами противопехотную атаку и надежность. Так, что у нас по рынку вооружений? Давайте сейчас с вами зайдем в рынок вооружений. Доступ к рынку у нас имеет всего лишь три страны. Как-то не густо, согласитесь. Вообще не густо. Блин, а что? Я хочу договориться о доступе к рынку с разными странами. Я хочу, чтобы мне вооружение покупали. Расследование зеноветского заговора выявило большую сеть террористов-антисоветчиков нашей администрации. Второй московский процесс. Следующие персонажи подвергнутся чистке и будут удалены. Давайте, пацаны, пока. Большая чистка у нас с вами произошла. Сразу берем с вами диктатуру рабочих, наверное. Потому что у нас обновилась политическая паранойя до нуля процентов. Нормально, мне это нравится. Мне это нравится. Испания перемещает золотой запас. А там, кстати, гражданская война в Испании вроде началась, да? А что, с разными странами? О, мы открыли с разными странами доступ к рынку вооружений. Нифига себе. А всего лишь стоило, знаете, что сделать? Всего лишь стоило поулушать с этими странами отношения. Так, международный рынок вооружения. Продай снаряжение, добавь снаряжение на рынок. Так, 300 наших легких танков. Вот такого вот производства, да? Цена на эти танки будет сразу высокая. Дальше что я хочу сделать? Я хочу продать также танки Т-26Ту. 1933 года. Устаревшие танки, которые, может, кто-то у нас даже купит. Поэтому продаем смело 500 штучек. Продаем мы эти танки по низкой цене, потому что это уже устаревшие танчики, и они толком никому не нужны. Хорошо. Отлично. И ждем первое предложение о покупке той или иной техники. Мне кажется, Франция у нас точно закупит танчики. Может, даже Италия закупит. Чан Кайши арестован. Сибэй Саньма. Мао Цзэдун отправил сообщение о том, что коммунистам предоставляется уникальная возможность привлечь лидера Чан Кайши к суду за его преступления против народа и революции. Его казнь станет огромной победой для коммунистической партии в ее борьбе за главенство в Китае. Еще один буржуазный враг встретил свой конец. Так, у нас завершился с вами национальный фокус. Дальше идем с вами на процесс коллективизации, наверное. Мы этический машиностроительный завод. Здесь что мы берем? Здесь мы с вами берем сопровождение поездов на больших расстояниях. Потому что эту тему у меня будет использовать вот для дополнительного оснащения поездов и железнодорожной артиллерии. Все. Так, Испания, сколько я могу отправить добровольцев? Пять дивизий добровольцев, да? Так, государство Швеции запрашивает запрос на покупку. Она хочет купить у нас 118 танков. Конечно же, Швеция, моя ты дорогая. Конечно же. Великобритания еще доступ к рынку у нас получила. Все, прекращаем улучшение. Швеция, прекращаем улучшение. Давайте, Норвегия, доступ к рынку. Турция, доступ к рынку. Вот Турции тоже нужно наше вооружение. Я знаю. Адмирал Сергей Горшков обвиняется в измене. Штабной офицер, начальник Адмирал Сергей Горшков. Ты, блин. Первая у нас с вами чисточка произошла. Ну, давайте. Жалко, конечно, Адмирала Сергея Горшкова. Но я ничего поделать не могу. Без чисток тут, конечно, очень трудно продержаться. Так, новый КБ Рубин. Так, это у нас дальность плавания и потребление горючего плюс 5%. Ну, горючего у нас много. Давайте, дальность плавания. Дальность плавания это нам нужно. Так, у нас дивизии прибыли с вами на фронт. Отлично. Давайте попробуем сейчас с вами вернуть Сарагосу. Это будет наша первостепенная цель. Или пойти до Вальдолида и захватить позже Бургас. Ммм, блин, даже не знаю, даже не знаю. Ну, давайте сделаем, как я сказал. Попробуем Саргосу захватить. А уже после Саргоса будем смотреть. Прогоняем отсюда немецкие танки. Вот, наша пехота встречает первое серьезное сопротивление вот здесь. Мы можем тебе отправить, знаешь, чё? Блин, я по идее могу тебе отправить Аташе, либо Лендлист, но Лендлист не могу. Блин, почему я ничего не могу отправить? Давай с тобой лучше подружимся. Я получу доступ к твоему рынку вооружений. Здесь я получил доступ к рынку вооружений. Так, танчики мы здесь немецкие прогнали. Замечательно, наша пехота справилась на ура. Погнали дальше вот сюда в Португалию. Если нас еще испанцы бы поддержали вот отсюда, я думаю, мы бы пробились. Хотя и сами пробиваемся. Так, газ. Прокачался у нас с вами газ. Смотрите, эти вот всякие ЭКБшки, это уникальные, например, для Советского Союза. Есть такие же уникальные для Третьего Рейха. Поэтому, когда дополнение выйдет, вы все сами посмотрите, узнаете. Возьмем с вами выносные средние пулеметы. Прорыв улучшится. Так, здесь берем рассредоточную промышленность 2. Чё по строительству? По строительству фабрики строятся? Замечательно, пускай дальше строятся. Испанский золотой запас. Мы же продолжаем бесплатно отправлять государству Франкистской Испании немалую помощь. Члены правительства уже начинают подмечать всю комичность этой ситуации. Мы конфискуем их золотой запас в качестве платы за нашу помощь. Согласен. Сюда, сюда. Невзирая на все гневные речи, которые ранее звучали как против народа, так и против идеологического вождя государства Советский Союз, Адольф Гитлер и Германия обратились к нам с предложением взаимовыгодного информационного союза. Давайте согласимся на этот союз. Так, и нам надо с вами взять какой-нибудь фокус на 30 дней. Вот, централизация и дисциплина. Хорошо. Паранойя понижается на 20%. Дальше мы с вами будем обезглавливать змею. Я хочу продавать. Добавить снаряжение на рынок. О, мы можем продавать испанские всякие винтовки. Трофейные. Продадим, я думаю, где-то 400 зисов. По средней цене, я думаю, купят. И продадим с вами соточку зениток. Образца 1939 года тоже по средней цене. Я думаю, вот это вот снаряжение у нас и будут покупать. О, смотрите, сразу Турция. Запрос на покупку танков. То есть я выставил на продажу зисы и зенитки. И они после этого решили купить не мои зисы и зенитки, а танки. Ладно, хорошо. Здесь мы, кстати, поменяем цену. Давайте поставим обычную цену. Никто не хочет у нас покупать старые БТ-5. Мы сейчас с вами берем фокус заговор военных 35 дней. Пока что мы с вами обошлись одной малой чисткой одного адмирала во флоте. Это хорошо. Мы с вами, конечно, подделали документы. Но сейчас заговор военных национальный фокус у нас завершится. И у нас политическая паранойя также снизится. Ну, смотрите, испанцы просто пробиваются. Пробиваются, не жалеют ни себя, ни своих сил. Здесь мы можем пробить вот эти дивизии, которые на нас напали. Финны запрашивают покупку зениток. Хорошо, финны, красавцы. Так и надо, покупайте мою зенитку. Мне это только в плюс. Я быстрее строю разные фабрики. У меня уже и фабрик побольше становится. Я только счастлив. Большая чистка суд над генералами. Вот такие вот генералы навсегда нас покинули. Сколько у нас этот национальный фокус будет идти? 13 дней. С Америкой можно было бы еще рынок открыть. Но я думаю, пока что нам это не надо. Можно вообще со всеми странами мира открыть рынок, но это слишком долго. Обезглавить змею. Национальный фокус у нас был выполнен замечательно. Дядя, а ты что в Норвегии делаешь? Я думал, ты в Мексике будешь отшиваться, а он в Норвегии. О, Норвегия как раз запрашивает у нас зениточку. Ну, зениточку продам, конечно. Зениточку продам, продам, продам. КБ Грабина. Это у нас артиллерия. Здесь что нам нужно? С приростом эффективности производства. Вот это нам надо. Быстрое ведение огня. Буксируемое орудие ПВО. Бруксируемое орудие ПВО. Давайте подвижные лафеты возьмем. Так, мы с вами договорились с разными рынками, что мы можем купить. А, то есть нифига себе, они бизнес замутили. Купили у нас Ту-26 Ту. И продают на своем же рынке наши танки. Фига вы, конечно, красавцы. Затраты объема производства. Нифига, они дорогие у тебя. Может мне тоже конвои производить и продавать? Давайте 20 конвоев купим. Так, смотрите, что у нас здесь произошло. Здесь у нас франкисты посчитали себя богами всего мира. И они здесь прорвались. И идем дальше уничтожать вот этот котел, который они сами себе создали. Хорошая франкистская дивизия здесь. То есть она полностью оснащенная. Так, отлично. Незаметное убийство. Подготавливаем. Рамон будет выполнять. Так, по паранойи Сталина там уже 30%. Поэтому я поделаю доклады о производстве. Здесь мы продержимся? Нет, ну давайте еще одну дивизию подведем, чтобы точно продержались. Начинаем изучение, кстати, шасси базового среднего танка под руководством КБ Астрова, конструктора средних танков. Измена в рядах НКВД. Смотрите, что у нас произошло. Следующие персонажи подвергнутся чистке и будут удалены. Николай Ежов у нас будет. А давайте сместим. Да, потеряем стабильность, но я думаю, эту стабильность мы в будущем с вами и поднимем очень быстро. Так, у нас есть любимец народа. Берем этого любимца народа. Стабильность у нас возвращается к нашим изначальным требованиям. Здесь с тремя дивизиями тоже нападаем. Шасси базового танка изучено. Хорошо, КБ Астрова прокачалось. Так, прорыв, объем производства, надежность, максимальная скорость. Прорыв, конечно же, берем. Дальнейшие наши исследования пойдут уже на совершенно новую модель среднего танка и пойдут на новые бронелисты. Тоже под руководством КБ Астрова. Эх, война потихонечку здесь у нас подходит к такому вот неутешительному перелому. Скорее всего, республиканцы проиграют. Япония запрашивает у нас на покупку Т-26ТУ модель 1933 года. Давайте продадим. Добавить снаряжение на рынок. Давайте будем продавать с вами винтовки Мосина. 20 тысяч винтовок Мосина сразу я ставлю на продажу. Объясню почему и сразу по низкой цене, потому что это старое вооружение, которое мне в основном не нужно. У меня и так много современных винтовок, которые мы и будем с вами использовать. А старье, я думаю, нам не нужно с вами хранить. Да, дела, дела, дела. Но пока Валенсия держится, республиканская Испания не проиграет. Так, по решениям. Обеспечим высокий урожай. Раз. Гражданская война в Испании закончена. На этом наш видеоролик, ребят, с вами тоже подойдет к своему логическому завершению. Вот так мы с вами в первом монтажике отыграли за наш Советский Союз. Видоизмененно не допустили никаких серьезных чисток. Победа националиста гражданской войны, мюнхенские всякие соглашения. У нас там третий рех расширяется наконец-таки. На связи был Искал, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мирный добряк Сталин вернется к вам в следующем видеоролике.